Аминь! И мы рады также приветствовать наших братьев и сестер в другом собрании и в третьем собрании, где бы вы ни были. Мы очень рады, что мы можем в следующих несколько минут общаться вместе вокруг Слова Божьего. Я хочу говорить сегодня об одной из важнейших тем, которая касается, наверное, многих христиан. И я назвал ее «Уроки жизни Иуды Искариота». Вы знаете, что Иуда вошел в историю как человек, который был предателем, который предал Господа Иисуса Христа. И мы, наблюдая за многими братьями и сестрами, иногда с болью в сердце отмечаем, что, к сожалению, те, кто еще недавно рассказывали о том, как сильно Бог благословляет их, возможно, стояли у церковной кафедры, говорили о любви Божьей, мотивировали людей посвятить свою жизнь Иисусу, обнаруживаются в грехе, а некоторые из них в глубоком моральном падении. Хочу сказать о том, что дьявол ходит за нами, апостол Петр говорит об этом, «Как рыкающий лев, ища кого поглотить». И он описывает дьявола этим словом, что он противник. Это означает, что у тебя есть враг. Если ты стал христианином автоматически, ты становишься мишенью для дьявола, и он направляет свои стрелы, различные стрелы, стрелы сомнений, стрелы неуверенности, клеветы, каких-то, может быть, своих старых похотей, мыслей каких-то. И он просто бросает это в твой разум, цепляя тебя для того, чтобы ты споткнулся и упал, чтобы ты оглянулся назад и чтобы ты был погублен. Библия говорит о том, что нам необходимо противостоять Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями нашими в мире. Здесь очень важно подметить не просто верой «я верю в тебя, Иисус», а твердую веру – это нечто конкретное. Я противостою против этой мысли, против этой похоти. Я противостою против соблазна, который меня искушает. Я говорю моим друзьям, которые еще вчера были вместе со мной в одной компании, или я был вместе с ними, сегодня я говорю им «нет, я не буду больше пить, я не буду больше ругаться, я не поддержу больше этот образ жизни». Твердую верою. Давайте вместе скажем «твердую верою», не просто верою, а твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Друзья, хочу сказать о том, что еще в Старом Завете однажды Бог сказал эту фразу, сказал эту мысль. Он сказал по отношению к Каину, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». И вот здесь внимание, «Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот что он сказал, «У тебя есть влечение ко греху, грех лежит у дверей сердца твоего». То есть он тебя тянет, эти мысли возвращаются и приходят снова и снова. И Бог говорит, «Каин, внимание, у дверей сердца твоего лежит грех, он тянет тебя, он влечет тебя к себе». Что мне делать, Господи? Ты господствуй над ним. Ты возьми контроль над этими мыслями. Ты не позволь этому влечению, чтобы оно овладело тобой и увело тебя. Ты господствуй над ним. И вы знаете, некоторые из нас могут сказать, «У меня нет силы, у меня не хватает внутри благодати Божией. Я не могу так, я не могу противостать. Это настолько сильно, это было больше меня. Я просто попал в эту атмосферу, и я растворился. И все, я нашел себя, что я уже снова во грехе». Друзья, но если еще в Старом Завете, когда еще Дух Святой не был излит на людей, в самом начале истории человечества, когда у Адама и Евы были двое сыновей, и один из них Каин, которого грех влек, чтобы убить брата своего Авеля, и Бог в самом начале обращается к человеку, заметьте, и говорит, «Ты господствуй». Не говорит ли нам это о том, что в нашей власти есть то, чтобы господствовать, противостать, взять твердую веру, которую дал нам Бог, и противостать. И тем паче, когда мы имеем Святого Духа в нашей жизни, у нас есть сила Божия, чтобы мы могли противостать греху. Хочу сказать о том, что для нас сегодня это актуальный вопрос. Вопрос звучит таким образом. Как сохранить себя от падения, от участи, которая постигла Иуду? Вы знаете, в поисках ответов на этот вопрос хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели на жизнь этого человека. Он был одним из учеников Иисуса Христа. И когда мы смотрим на жизнь его, первое, что бросается нам в глаза, это то, что он был один из двенадцати. Это означает, что у него была удивительная возможность, которую имело только двенадцать человек на всем земном шаре, быть не просто учеником, но потом впоследствии стать апостолом и исполнить Божие призвание. Но потом, когда мы смотрим на конец его жизни, то каждый из нас просто в ужасе отходит. И он говорит, я не хотел бы, чтобы со мной или с моими близкими или знакомыми было что-то подобное. Потому что Иуда потерял возможность быть в личном присутствии Иисуса. Он потерял возможность быть в общении с апостолами, с телом Христовым, с церковью. Он потерял привилегию участвовать в служении. Он потерял свою награду на небесах. Он потерял свою судьбу и жизнь закончил в рассвете сил. Написано, а Иуда пошел и удавился. И я хочу дать вам несколько уроков, которые так очевидны из его жизни. Первый урок, которому мы учимся, наблюдая за ним, следующий урок. Иуда отказался меняться. Вы знаете, когда я думаю об Иуде и думаю о том, что сейчас Иуда находится в аду, но Иуда был одним из двенадцати, которые были призваны Иисусом. Библия говорит, что Иисус избрал двенадцать. Иоанна 6, 70. Иисус отвечал им, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Но Иуда не начинал с того, что он был от дьявола. Он имел избрание Божие. Он был призван самим Иисусом. И в другом месте сказали, чтобы с ним быть. И потом Иисус посылал их на проповедь. И они шли, и они служили. Представьте себе, что Иуда видел, как открывались глаза у слепых. Он видел, как мертвые воскресали. Он видел, как прокаженные люди очищались. Он видел, как у этого сухорухого человека, который был в синагоге, сухая рука протянулась и стала полностью исцеленной и здоровой. Он был там. Он был с Иисусом. Он видел, как Лазарь, обвитый в пеленах, вышел из могилы. Он видел. Хотя он четыре дня уже был там. И люди говорили, он смердит уже. Но он был там, смотрел и видел, как Иисус сказал Лазарь, выйти вон. И он видел, он видел много реальных чудес. Более того, не просто видел, через него, через его руки проходила сила Божия. Иисус посылал подвое, и Иуда шел с другим учеником. И потом возвращался и говорил, и бесы повинуются мне. Посмотри, посмотри, Иисус, что происходит. И при этом он не изменился. Я хочу еще раз, чтобы вы услышали вот эту мысль. Он видел много чудес. Через него проходила Божия сила. Но при этом он остался прежним и не изменился. Библия повествует нам о целом поколении. Поколение, которое в истории видело больше всего чудес. Это были евреи, которые вышли из Египта, из рабства. И Библия говорит о том, что каждый день они видели чудо. Потому что каждый день они собирали манну, которую Господь посылал с неба. Разве это было не чудо? А в шестой день они двойную порцию брали, потому что на следующий день манна не была послана с небес. Они видели, как море перед ними раступилось, и они прошли по земле. Они видели, как египтяне, которые бежали за ними, они утонули на дне этого Красного моря, потому что, когда они вышли, последний человек вышел, то море сомкнулось, и вся вражеская армия погибла там. Они видели, как Моисей сказал, или ударил об скалу, и потекла вода, тогда, когда они просто умирали от жажды. Они были среди чудес. Чудеса для них были настолько обычными, достаточно было просто посмотреть на себя или на свою жену и сказать, смотри, у тебя все та же одежда. Уже 30 лет или 40 лет написана одежда их. Она не изнашивалась, обувь не стаптывалась, и это же чудо. Посмотри, посмотри, столько лет в пустыне, посмотри. Они видели столько чудес. Друзья, и все же Библия говорит, они не вошли в обетованную землю из-за неверия. Из-за неверия. Вы слышали это или нет это в Библии? Из-за неверия. Оказывается, можно видеть, можно переживать, через нас может проходить Божия сила, но при этом остаться неизмененным. И об этом апостол Павел говорит, что он молится, чтобы благодать не напрасно была принята. Что такое напрасно принято? Благодать, я принял ее. Да, но если ты не изменился, если ты остался таким же самым, как и раньше, то зачем тебе эта благодать? Не напрасно ли ты принял ее характера и благодать, дары, таланты? Многие люди фокусируются на внешних эффектах. Оу, это так здорово, это так, это так круто. Многие люди ищут чудес и знамений, мы хотим этого, а с характером работать, меняться, не так-то просто, да и не хочется. Второе, Коринфянам 3, 18, апостол говорит следующее, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, взирая на чудеса, взирая на все то проявление силы Божией, что делаем? Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Если не происходит преображение, если твоя жена или твой муж или твои дети не могут засвидетельствовать, насколько благодать Божьим изменила тебя в быту, дома, среди твоих друзей, на работе, задай вопрос, а может и ты из числа вот целого поколения, которые там так и пала костьми в пустыне, кроме двух людей, и не вошли в обетованную землю, может быть и ты из числа этих людей, которые принимают благодать, но при этом не преобразовываются в образ Христов, при этом нет пользы от этой благодати, характер не меняется. Я хочу сказать, друзья, мы живем в очень непростое время. Сегодня войны уже не ведутся, как раньше, когда просто одно государство объявляло войну другому государству. Сегодня без объявления войны вторгаются в другое государство. Сегодня, знаете, гибридные войны происходят. И очень многое зависит от той пропаганды, которая существует. Оказывается, на белое можно сказать серое, на черное тоже можно сказать серое. Можно перевернуть что-то, можно акценты поменять. я хочу сказать, что я рос в церкви, где всегда говорили о том, что прежде всего ценно пред Богом это чистота сердца. Нас учили, что только чистое сердце Бога узрят. Так в Библии написано, Иисус так сказал, чистое сердце. И это означало, что всегда был вопрос, а ты честен? А ты чист сердцем или нет? Сегодня это так непопулярно, признаюсь вам. Даже в общении с другими служителями иногда я ловлю себя на мысли, с кем я разговариваю, у этого человека есть честность или нет? Была история в церкви, где Наденька выросла, был молодой человек, который ехал на мотоцикле и он думал проскочить на желтый свет. Потом бах, авария, и он лежит в больнице. Приходит к нему юрист и говорит, или адвокат говорит, что ну, как это было? И он говорит, ну я на желтый, я на желтый пытался проскочить. А он говорит ему, слушай, никто не может подтвердить, свидетелей никаких нет, зачем тебе это надо? ты скажи, что ты ехал на зеленый, на мигающий зеленый, допустим, скажи, и все. Это же одна секунда дела. А он лежит весь в гипсе и говорит, вы что, хотите, чтобы я взял грех на душу? Какая разница? Есть же Бог. Какая разница? Какие будут последствия? Я не могу позволить себе обмануть. или солгать. Вы знаете, я поймал себя на мысли вчера буквально, что я не могу доверять некоторым людям, которые называют себя верующими. Их слова ничего не значат. Они скажут так, потом скажут так, потом поменяются, потом скажут так, потом скажут так. И я начинаю думать, где была правда, там или там. И вдруг я понимаю, они не научены честности. Писание говорит о святости. Сегодня это пробовать может быть очень непопулярной, потому что на самом деле Фессалоникийцам 4, 3, 5 написано «Воля Божия есть освящение ваше». Внимание, воля Божия это что, не благодать? Это что, не чудеса? Это что, не проявление Духа Святого? Подожди, подожди, это вторично можно сказать, если мы хотим сказать, что это тоже воля Божия. Конечно, воля Божия, потому что Бог пришел, чтобы измученных отпустить на свободу. Но на первое место апостол ставит здесь следующее. Он говорит, «Воля Божия есть освящение ваше». И продолжает говорить, «Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Итак, первый урок для нас из жизни Иуды. Иуда не захотел меняться. Цель пребывания его рядом возле Иисуса разве не была в том, что он начал с одной позиции, а через некоторое время полностью был изменен. Его слова были честными, его сердце было очищено, его мотивы были прозрачны, и он мог бы остаться в истории всех людей, как один из апостолов. Но Иуда не захотел меняться. Второй урок, который хочу предложить нам. Иуда хотел отдать Иисусу что-то, но он не был готов отдать ему всего себя. Вы знаете, это очень интересный момент, за несколько дней до Пасхи случилась история в те годы, когда Иисус был на земле, и она описана в Иоанна в 12 главе с 1 по 8 стих. Там написано, что Иисус был в одном доме в Вифании, и приготовили ему вечерю, Марфа служила, Лазарь был одним из воздержавших с ним. И это был тот момент, когда Мария взяла фунт нардового, чистого, драгоценного мира, и помазала ноги Иисуса, и вытерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Следующий стих здесь сказано так, тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказав же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Остановимся на этом. Иисус смотрит, как Мария берет этот сосуд, наполненный драгоценным миром. Стоимость содержимого это годовая зарплата человека, который работает целый год без выходных. Это очень, очень ценно. Это очень дорого в его глазах. Вообще-то Иуда видел много раз, когда люди что-то жертвовали. Мы читаем, что люди приносили Иисусу деньги, клали у сокровищницы, в сокровищницу клали. А Иуда носил этот ящик. То есть его не удивить тем, что кто-то пожертвовал что-то, рука чья-то потянулась, кто-то дал монету какую-то, еще что-то, пригласил домой, накормил. Иуда в этом много лет уже, уже три года. И вот перед самим страданием его что-то сильно удивляет. Что удивляет? Его удивляет, что Мария такую экстравагантную жертву вдруг принесла Иисусу. Она отдала самое лучшее. Она отдала так много. Ну ладно, если бы ты там покапала немножко, ну покапала чуть-чуть, оставь же себе. Или каким-то образом, ну как-то по-другому, что за жертва? Зачем так много? Зачем вообще вот это экстравагантное? Видите, здесь характер, здесь виден неизменен характер. Ну хорошо, идите за Богом. Ну хорошо, помолитесь перед сном. Ну утром помолитесь. Но зачем вы ходите каждое воскресенье в церковь? Зачем ты вообще жертвуешь туда финанс? Зачем ты вообще помогаешь там в церкви? Зачем тебе так? Знаете, что-то отдать Богу, но не отдать все. Вот урок, который мы извлекаем из жизни Давида. Я хочу сказать, что в противовес этому в Писании есть история об Авеле, который отдал лучшую жертву Господу. Радость приходит только тогда, когда ты исполняешь волю Божию до конца, когда ты полностью, всецело отдаешь свое сердце. И то, что Господь даст тебе на сердце, даст тебе какое желание, ты послушен этому желанию и ты делаешь то, что Бог говорит, тогда приходит радость. Третий урок, который мы извлекаем из жизни Иуды, Иуда назвал вот этот акт, который сделала Мария, этот акт поклонения назвал такими словами, к чему сия трата. 14 глава Марка, 4 стих. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира. Другими словами, он не видел никакой ценности вот в этом моменте поклонения, а ведь это было сердце Марии, ведь это не было просто для людей сделано. И самое удивительное, что Иисус это подметил, Он сказал, что она помазала тело мое и приготовила его к погребению. Он сказал, нищих всегда имеете возле себя, но вот что сделала Мария. Я хочу несколько слов сказать о поклонении и хочу сказать, что в следующее воскресенье не пропустите, у нас будет особенное служение. Я буду говорить о ценности, о сердце поклонения. Сейчас хочу дать несколько мыслей в этом плане. Вы знаете, поклонение это то, для чего каждый из нас создан. Нутро поклонения, цель, наиважнейшая часть поклонения или сердце поклонения это наслаждение. Это наслаждение, которое переживает человек. И каждый из нас стремится к тому, чтобы получить какие-то удовольствия, наслаждения какие-то. Но я хочу сказать, что есть греховные, а есть Божие наслаждения. И если ты направляешь все свое сердце к Богу, то Бог, там Библия сказано, утешайся Господом, Он утешает тебя, Он дает тебе удовольствие святое, наслаждение в духе, которое ты переживаешь, когда ты поклоняешься Господу. Самое удивительное, что в Библии не написано, что Бог ищет проповедников или ищет верных людей, хотя верность очень высоко поднята в Библии, но сказано в Библии, что Бог ищет поклонников, тех, которые поклонялись бы Ему, поклонялись бы Ему всем сердцем, поклонникам в духе и истине. Хочу сказать, что поклонение, оно многогранно, и оно полностью пронизывает все существо человека. Оно повлияет на твой разум, на то, как ты думаешь, оно на дух твой повлияет, на твою эмоциональную часть жизни, на тело твое, на то, как ты время проводишь, если ты будешь поклоняться Господу от всего твоего сердца, это не может оставить тебя прежним. Поэтому, когда мы смотрим на Иуду, мы понимаем, что Иуда, по всей видимости, не получал удовольствия в поклонении. И у меня сейчас есть вопрос каждому из вас, а вы получаете удовольствие? Вы наслаждаетесь, когда вы поклоняетесь Господу. Знаете, что интересно, интересно то, что все люди поклоняются. Многие даже не осознают этого. Мы поклоняемся работе, когда мы работаем, 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 деньгам поклоняемся. Едем в отпуск, пытаемся что-то, что-то для себя извлечь, чтобы отдохнуть, как-то, какие-то удовольствия, какие-то расслабления. Мы поклоняемся сами себе. Родители иногда детям поклоняются, дети родителям поклоняются. Мы создаем себе какие-то идолы, говорим, это мое увлечение, хобби. Душа наша так создана, что мы тянемся к поклонению, и мы не можем без него. И не всегда это молитва. Очень часто это просто какие-то действия, какие-то мысли внутри, где мы как-то успокаиваемся. Но знаете, если это место не отдать Богу, оно будет заполнено чем угодно. Иногда просто каким-то мусором, посмотришь на пройденный отрезок жизни и даже нищим пред Богом предстать о себе думал. Знаете, как там апостол Павел говорит, все труды человека для рта его, то есть для рта своего, для удовольствия своего, все это вот вокруг меня самого было. Но когда ты поклоняешься живому Богу, ты преобразовываешься в его образ. Как сохранить себя от падения, постоянно поклоняться Господу, постоянно пребывать в его присутствии. Знаете, что удивительно, что Бог решил окружить себя поклонниками. И те люди, которым он открывал свое сердце больше всего, это был Давид, это был Иоанн, это были люди, которые получили откровение о поклонении. Давида он назвал человек по сердцу мне, а Иоанну дал вообще-то откровение будущего. У нас есть даже целая книга откровения Иоанна Богослова. А Иоанн, один из 12 учеников, который возлежал на груди у Иисуса, у которого все сердце стремилось к Иисусу, он был поклонником. Итак, третий урок, Иуда не понимал ценность поклонения, поэтому он не изменился. Четвертый, Иуда никогда не позволил Иисусу стать его господином. Это очень важный момент, послушайте меня внимательно, иногда я как пастор наблюдаю за некоторыми людьми, и у меня возникают такие мысли, подожди, а жизнь Христова есть внутри этого человека или нет? Подожди, а он в действительности имеет Духа Святого внутри или нет? Потому что он поступает по плоти, и снова по плоти, и снова по плоти, и снова так, как хочет он. Его гордость просто несет куда-то. Это решение не от Духа, не от Господа. И знаете, хочу сказать, что на той последней вечере, тайной вечере, когда Иисус сказал о том, что один из вас предаст меня, написано, что они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Посите внимание, Господи. В подлиннике Куриос, греческое слово, то есть Господин мой, не я ли мой Господин? Они ставят себя под власть его, не я ли мой Господин? Ты мой Господин моей жизни. Проходит очередь до Иуды, Иуда говорит, не я ли Рави. Рави это Учитель. Все сказали, Господи, Господин мой. Все сказали, все подняли Иисуса и сказали, мы тебе отдаем самое важное место управления нашей жизнью. Ты, Господин, если ты скажешь, мы сделаем. Мы исполним волю твою. А Иуда говорит, не я ли учитель? Учителей было много тогда в Израиле. Были такие умные равины, которые брали учеников, всегда учителя брали учеников вокруг себя, и они просто двигались везде, то есть вот с таким обществом учеников. Иуда, подожди, после трех лет что с твоим сердцем? Иисус для тебя не стал господином? Он для тебя просто учитель? Вы знаете, в противовес этому хочу сказать, что когда Иисус только воскрес из мертвых, написано, что там в саду стояла Мария у гроба и плакала. Когда она плакала, она клонилась во гроб в виде двух ангелов в белом одеянии сидящих. И потом они говорят ей, женщина, что ты плачешь? И вот здесь внимание, говорит им, унесли Господа моего и не знаю, куда положили его. Почувствуйте разницу. Иисус мой. Иисус это не просто гуру, учитель, мудрый, один из пророков, ну много пророков было, ну вот еще один пророк Иисус, ну мы уважаем его, у него ученики были, да, хороший человек был. Иисус мой, мой спаситель, он очень близок ко мне, к сердцу моему, он освободил очистил, изменил меня, Иисус мой, Господь. Вы знаете, что Иисус остановился и она потом произнесла и это слово равуни, учитель, потому что когда Иисус сказал сказал и Мария, у нее вырвалась учитель равуни, но Иисус мой, мой Господин, мой Господь. Друзья, это величайший урок из жизни Иуды, Иуда не позволил, чтобы Иисус стал Господом в его жизни. Пятый урок, который я хочу сказать нам, у Иуды скорее всего некоторые богословы описывают, что могло быть так, у него было неправильное понимание пророчеств, он по плоти рассуждал. Вы помните, что еще Иоанн Креститель говорил, что приблизилось Царство Божие. Когда увидел Иисуса, то он поднял его, он сказал, вот идет князь мира, вот идет тот, кто возьмет грех всего человечества на себя и не достойно развязать ремень с обуви его. То есть было много пророчеств о Мессии и в это время их народ был в рабстве и обстоятельства складывались так, что выглядело, что надо, чтобы что-то произошло, какая-то перемена должна произойти, Иисус, должно что-то произойти, ты что-то должен сделать. А он такие вещи говорит, царство мое нет мира сего, царство мое это не пища и питье, царство мое внутри вас будет, царство небесное подобно тому притчи рассказывает, подобно тому Иуда не понимает. И некоторые толкователи Библии говорят о том, что скорее всего он как-то по-своему интерпретировал время и подумал, что если он предаст Иисуса и придет вот эта храмовая стража, чтобы взять его, то в этот момент Иисус проявит свою силу и в этот момент что-то произойдет, он не дастся, он не может дастся, ну как так? И в этот момент каким-то образом это ускорит то, что свергнем вот эту империю римскую, то, что народ получит свободу, может быть какая-то революция произойдет, но дальше ждать некуда, надо что-то сделать. Все пошло не так, предполагалось. И я хочу сказать, друзья, некоторым из вас не пытайтесь торопить Бога. Помните, у Бога там есть такая фраза, в назначенное время будет у тебя сын, это Бог говорит царе. Какое назначенное время? Мне 90 лет уже. Какое назначенное время? Время прошло уже. Боже, какое назначенное время? Все обыкновенное женское прекратилось. Подожди, в назначенное время будет у тебя сын. Я знаю, некоторые имеют такие мысли, если ты не дашь мне мужа в течение следующих шести месяцев или года, я беру это все под свой контроль. Я не могу больше ждать. Годы-то идут. Что мне делать дальше? Господи! Знаете, Бог остается Богом. Смотря на жизнь Иуды, мы понимаем, что недопустимо ускорять события, брать под свой контроль, диктовать Богу. И если ты говоришь, Господи, поторопись, пожалуйста, потому что, ну, я уже не могу больше ждать, это может закончиться очень плохо, как закончилось в истории с Иудой. Шестой урок. Библия говорит о том, что есть задание, которое дано было Иуде, как одному из 12 людей, которые должны были стать апостолами. И Писание описывает, что, когда мы придем на небо, когда мы закончим наш жизненный путь, и мы придем на небо, то там, в основании нового Иерусалима, будут находиться 12 камней, и на каждом из них будет имя апостола одного из 12. Представьте себе, на одном из них должно было быть имя Иуды, но оно было стерто в результате его падения, и было написано имя Матфей, потому что после того, когда Иуда отпал, ученики бросили жребий, и был избран другой человек. И вот этот шестой урок, если ты не выполнишь свое задание, которое дано тебе, Богом, кто-то другой станет на твое место и выполнит это. серьезный урок. Мы видим, в Библии существует понятие замены. Мы видим, что в одной из притч, там, где Иисус рассказывает о том, что один человек, уходя, дал пять талантов, два таланта и один талант своим слугам, и когда он вернулся и дошла очередь до того, кто имел один талант, и тот взял и вернул ему, то здесь такие слова, это Иисус говорит, звучат, здесь сказано так, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Талант, что такое талант? Это возможность, это задание от Бога, это способность от Бога, это как будто тебе включили счетчик какой-то, и у тебя есть какой-то забег, марафон, который ты должен пробежать, апостол Павел говорит, я бегу на аресталище, я бегу так, чтобы получить награду, ты должен пробежать, это твое время, твоя жизнь, твои годы, твои мысли, твое сердце, твое посвящение, твое окружение, и Бог говорит, я дал тебе задание, а он его спрятал, жил по-другому, не выполнил, Иисус говорит здесь, возьмите у него и дайте другому, возьмите и дайте другому, 30 стих, очень тяжелые слова, негодного раба, выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, сказав сие, он возгласил, то есть закричал, можно сказать, кто имеет уши слышать, да слышит, то есть он как бы говорит, услышьте меня, если вы не исполняете свою задачу, ради которой вы живете на этой земле, я другому дам это, задание, это Библия, это Иисус, Евангелие от Матфея, в 25 главе, я хочу, друзья, молиться вместе с вами, один совет, последний, который звучит у меня в разуме, апостол Павел говорит молодому служителю, перед которым этот же забег жизни, и так же будет много искушений, и так же много будет различных возможностей, которые ему надо научиться говорить нет, чтобы исполнить призвание Божие, он говорит ему 1 Тимофея в 4 главе в 16 стихе, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя, закроем свои глаза пред Господом, сегодня тот день, когда Господь хочет коснуться каждого из нас, и сейчас, когда ты слышишь это слово, твоя реакция и твое отношение определяет твое будущее, твое будущее определяется твоим отношением, апостол Павел говорит о тех, которые отпали, он говорит, ты держишься, не гордись, но бойся, бойся, то есть с глубоким почтением относись, вот оно состояние, не я ли Господи, и эти шесть уроков, которые мы видим, что Иуда не захотел меняться, он не посвятил себя целиком Иисусу, он не видел никакой ценности в поклонении, и он признавал Иисуса как Учителя, но не как Господа, и он также не понимал правильного времени, и не выполнив задания, тот, а другой стал на его место, он потерял это, эти шесть уроков, как колокольчик, звенят и говорит, Бог нам через жизнь этого человека, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, Отец Небесный, я прошу тебя прямо сейчас, пусть твой Святой Дух коснется каждого из нас, Господи, мы не хотим идти путем Иуды, нет, 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 Господи, мы хотим идти Твоим путем, мы хотим, Господи, быть в числе тех служителей Божьих, которые держатся, которые держатся верою, твердую верою противостоят против всякой попытки дьявола сбить их, Господи, мы хотим всей нашей жизнью, всем нашим сердцем угодить Тебе, поэтому будем вникать в себя, будем вникать в учение и будем заниматься этим постоянно, Господи, зная, что Твоей благодати достаточно и она не напрасно принята нами, благодарю Тебя и поклоняюсь, аминь и аминь. Игорь Негода Игорь Негода Продолжение следует...